Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире информационный выпуск «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о событиях. В Десногорске почтили память погибших воинов. Разработка стратегии продолжается. Урок мужества в первой школе. Подготовка к энергетическому пуску первого энергоблока ЛАЭС-2 завершена. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В преддверии Дня защитника Отечества в Десногорске почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Наша Смоленщина – земля чести и мужества, где всегда почитали людей ратного труда. На Курган Славы возложить цветы и венки к мемориалу. Пришли руководство Десногорска, молодёжь, школьники, представители трудовых коллективов города и общественность. Для наших горожан это не просто красный день календаря, а день памяти, когда чествуют настоящих мужчин. Тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество. Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля. Средний размер социальных пенсий в таком случае увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля. По действующему законодательству индексация социальных пенсий зависит от темпа роста прожиточного минимума пенсионера. Его фактический рост оказался ниже ожиданий властей. В 2016 году прожиточный минимум пенсионера составил 8081 рубль, а в 2017 году – 8315 рублей. Он вырос всего на 2,9%. Так и предлагается проиндексировать социальные пенсии. По оценке Минтруда, индексация коснётся более 3 миллионов пенсионеров. Общественные обсуждения стратегии социально-экономического развития города продолжаются. О том, как прошли дискуссии о развитии культуры, спорта и молодёжной политики, мы расскажем в нашем следующем сюжете. На дискуссионной площадке, посвящённой обсуждению развития культуры, спорта и молодёжной политики, прежде всего рассматривались перспективы развития существующих направлений. Предложения по работе Молодёжного совета – первые результаты и дальние перспективы. Отмечено, что в Десногорске хорошо развиты спортивные секции и кружки детского творчества. Много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Среди предложений на перспективу выгодно выделяется создание единого портала культурно-досуговых услуг. Десногорцы считают, что в городе нужны современный кинотеатр и волонтёрский центр. Требуется развитие международного культурного сотрудничества и туристической сферы. В ближайшее время общественные обсуждения пройдут на площадках организаций муниципального управления. В Смоленске чествовали представителей научного сообщества. Из рук губернатора Алексея Островского благодарственные письма и почётные грамоты получили более 20 учёных, которые занимаются исследованиями в области информационных технологий, математического моделирования, промышленности, медицины и филологии. В канун Дня защитника Отечества в первой школе Десногорска прошёл урок мужества «Служить Родине». Подробности далее. Встреча состоялась 21 февраля в музее школы. На открытом уроке ученики 10-11 классов встретились с военным комиссаром Десногорска Сергеем Сибелёвым, командиром действующей части Денисом Аверьяновым, представителем полиции Михаилом Зайцевым, с председателем Совета солдатских матерей Валентиной Рожковой и теми, кто отслужил в рядах российской армии и вернулся жить в родной Десногорск. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. Не без призывов, без всяких вот таких лозунков кричащих, а говорили, чем всё просто и нужно. Такие слова, наверное, больше всего доходят для детей, потому что именно они искренне и направлены на то, чтобы ребята и были, и готовы служить в армии. Но вот такие вот уроки, они должны, наверное, мотивировать их и показывать пример, что не просто слова, а люди, на которых стоит равняться. В первой школе серьёзно относятся к гражданско-патриотическому воспитанию. Из начальных классов прививают любовь к родине. Молодцы, конечно, организаторы, очень хорошо организовали. Ребята очень внимательно слушают, девушки тоже заинтересованы. Поэтому цель – просто донести любовь к родине, патриотизм, чувство патриотизма к ней. И просто, чтобы видели человека, люди в погонах. Подобные уроки пройдут во всех школах города, и в том числе в Десногорском энергетическом колледже. А сейчас немного о культуре. Жители Смоленской области смогут читать самую современную литературу. Все библиотеки региона будут подключены к Национальной электронной библиотеке. Об этом сообщил начальник Департамента по культуре и туризму Сергей Черняков. В течение последних 15 лет российские библиотеки, включая смоленские, проводят оцифровку своих наиболее ценных, а также новых изданий. Электронные копии книг объединяются в единый информационный ресурс, доступ к которому возможен через интернет. В Смоленской области уже более 200 библиотек подключены ко всемирной сети. О выставочном зале «Феникс» Десногорского историко-краеведческого музея 26 февраля откроется праздничная выставка-ярмарка «Подарки для любимых», на которой каждый сможет найти и приобрести необычный подарок для своих родных и близких, выполненный мастерами-умельцами нашего города. Испытания первого энергоблока «Ленинградской АЭС-2» прошли успешно. Сотрудники атомной станции совместно с представителями проектного института провели все запланированные тесты и запустили в реакторе управляемую цепную ядерную реакцию. Внимание! Мощность реакторной установки 3,2 на 10 минус 5 достигнута минимально контролируемого уровня мощности на энергоблоке номер 1. Так на «Ленинградской АЭС-2» завершилась подготовка первого энергоблока к энергетическому пуску. Позади остались почти полтора месяца напряженной работы, в результате которой на штатные места были установлены последние конструктивные элементы реактора, окончен монтаж всех необходимых датчиков внутриреакторного контроля, выполнена теплоизоляция реакторной установки. Кроме того, были проведены более 50 физических экспериментов и исследований, подтвердившие надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и безопасности энергоблока. На заключительном этапе реактор оживили, то есть запустили в нем управляемую цепную ядерную реакцию. Это первый выход в критическое состояние. Фактически реактор начинает работать в том режиме, для которого его и создавали. То есть для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, нужно его перевести в критическое состояние, а дальше в критическом состоянии увеличивать его мощность. Постепенное увеличение мощности и начало выработки первых киловатт электроэнергии – это уже следующий этап, так называемый энергетический пуск. Он запланирован на весну этого года, сразу же после получения соответствующего разрешения от Ростехнадзора. И в том, что эта процедура состоится в установленные сроки, сомнений нет. Первый энергоблок ЛАЭС-2 – это самая мощная на сегодняшний день реакторная установка с реактором ВВР-1200 поколения 3+. В этом проекте применены сразу четыре активных канала безопасности, дублирующих друг друга. Устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора и от парогенераторов. Ни одна из действующих станций в мире не оснащена подобной конфигурацией систем безопасности. Первый аналогичный блок был запущен в конце 2016 года на нововоронежской АЭС-2. Готовность Росатома запустить в промышленную эксплуатацию очередной блок этого типа еще раз подтверждает технологическое лидерство госкорпорации в мировой атомной энергетике. И в завершении выпуска о спорте. В День защитника Отечества 23 февраля в Десногорске пройдет традиционный лыжный туристский марафон 100 километров за 24 часа. Торжественное открытие состоится в 8.30 возле физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. Старт в 9.00. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. Приятных праздничных выходных. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова